Боже, благослови нас, слышать Слово Твое, благослови нас, учиться из Слова, и помоги нам воспринимать это Слово, Господь. Благословен Ты Бог, Который учит детей Своих. Аминь. Последнее время Бог говорил к моему сердцу различными путями, знаете, я перечитывал Библию с самого начала, и как-то так мне пошло, что вот просто вот читаешь, читаешь, знаете, бывают такие у вас обстоятельства, когда вы не можете остановиться, да, вот нравится. И Бог вот даёт возможность из-за такого быстрого чтения увидеть перспективу целую, какое-то такое особое переживание. Вот вообще по-разному можно читать, можно вглубляться в каждый стих и каждое слово, и даже слог в Библии, да, и есть своё удовольствие в этом, а можно читать быстро, и есть в этом тоже своя интересная такая штука. И он обратил моё внимание на целый вот такой вот процесс, который происходил в жизни человечества, в жизни разных людей, и как люди вообще проходили вот этот вот период. Я говорю о первых пяти книгах Библии, и в частности, вот меня сильно коснулась книга Исхода, книга Бытие. Итак, друзья, делали ли вы вещи, о которых вы жалели в своей жизни? Правда, я делал, очень много делал. Я сейчас про некоторые вспоминаю, мне так стыдно. Вообще, такая глупость. Ну, просто, вот просто глупость. Я бы даже хотел извиниться перед кем-то, но я уже не могу, потому что это было так давно. Я был там, например, в школе где-то, или я был каким-то подростком. Я вот то что-то сказал не туда. Я до сих пор сейчас могу что-нибудь так вот не туда, да, но вот то сделал что-то не то. Ну, такое вот оно незрелое, такое оно какое-то. Я вот читаю Библию, и вы знаете, что я вижу? Точно таких же людей. Вообще, вот если вы посмотрите на жизнь патриарха, вот тех, это тех, во имя которых Бог называет себя Авраамом, Исаака, Иаков, Богом Авраама, Исаака, Иаков, да? Вы читали ихнюю жизнь вообще? Вот так, когда читаешь, ты же понимаешь, что перед твоими глазами проходит сто лет, например. Потому что один дедушка вот там, потом у него внук, вот его судьба, вот он состарился, вот у него куча внуков, детей, да? И вот они, у них дети. И ты читаешь, и потом цари пошли, и ты понимаешь, это поколение, и ты видишь, сколько глупостей было сделано. Но им не повезло, это все записали. Понимаете, да? Если я что-то там где-то когда-то сделал в первом классе, так это уже все забыли, кроме меня. Это тоже, не, она-то уже не записана, это уже покрыто кровью Христа. Я покаюсь. Ага. Что интересно, нельзя сказать, что это сходило им с рук. Как и всякая наша глупость, правда? Есть глупость, которая нам легко сходит с рук, а есть глупость, за которую больно. Очень больно. Иногда вот это расстояние между глупостью и больно очень длинное. Очень длинное, правда? Ну, то есть, а иногда очень короткое. Такое бывает, когда ребенок, он, например, балуется, 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 и все ему сходит с рук, и в конце вечера он получает за целый день, да? А бывает, что-нибудь вот так вот сказал и сразу хинч, получил. И такие глаза удивленные. Обычно до вечера ждали. На тебе. То же самое в Писании я увидел. Совершенно огромное количество незрелых людей. Самое страшное, что все это наши патриархи. В том смысле, что это были люди, из которых происходили просто народы, которые меняли ход истории, которые вошли в Библию, о которых Бог разговаривает. Это люди, которые повлияли на тысячи и тысячи. Что я понял из этого всего? Никто из нас не рождается зрелым человеком. Друзья, это очень важный момент. Никто из нас не родился в этот мир, будучи зрелым человеком. Мы все родились незрелыми. Мы все родились такими вот мелкими, знаете, ну маленькими, не знающими этой жизни, не понимающими, как устроена эта жизнь. И даже до старости мы иногда такими же и остаемся некоторые, правда? И тем не менее, когда мы приходим на базар, например, на привоз, мы ищем персики. Мы ищем персики, чтобы они были спелые. Когда мы его находим, мы понимаем, что был момент, когда этот персик был каким? Зеленым, правда? И мы нормально относимся, когда мы видим на дереве зеленые персики. Мы нормально к этому относимся. Мы не говорим, о боже мой, срубите это дерево. Правда? Мы говорим, надо подождать. Так и Бог, Он смотрит на человека, Он видит вот эту вот зеленость, незрелость в наших поступках, в наших делах. И Он не отменяет нашей жизни, говорит, нет, это была такая глупая ошибка создать этого человека. Он говорит, я подожду. Я подожду того момента, когда он созреет. Итак, незрелость, друзья, это обязательное состояние верующего человека, которое невозможно обойти. Еще раз, просто подумайте об этом. Незрелость — это состояние, которого нельзя где-то пересидеть. Вот, например, знаете, я закроюсь где-то там, буду сидеть в комнатке, в келье какой-то, я никого не буду видеть, буду читать Библию, промолюсь два года, выйду и — о, вона! Святой человек, праведный, совершенный, во всем я поступаю правильно, мысли чистые, правильные. Мы знаем, что есть такие люди, которые закрываются в комнатах, да, монашеские, монашества, те, которые уходят куда-то от людей. Но знаете, что происходит с ихней жизнью? Всю свою жизнь они с чем-то борются, всю свою жизнь они чему-то учатся, и что-то происходит в их жизнях. Итак, незрелость — это то, что обязательно будет в нашей жизни. Потому что именно в этом состоянии формируется наш стержень. Друзья, формируется вот та основа, на которой будет вырастать плод. Сначала есть косточка. На косточке что-то нарастает, что-то становится вкусным, что-то становится зрелым. Косточка очень важна для плода, она помогает держаться этому плоду на дереве. Итак, для меня очень таким ярким примером, который я увидел, перечитывая это все, была история Иосифа. Много уже об этом говорилось, но я хотел бы более детально рассмотреть ее. Смотрите, родился человек. Он не был первым, он не был первенцем. Родился в совершенно сложное время и в совершенно сложных обстоятельствах. Я не буду перечитывать большие куски, многие из вас знаете эту историю, да? У него были братья, так скажем, будущие патриархи. Так вот почитаешь — всем ремня. Правда? Ну вот реально, всем ремня. Просто, потому что их поступки совершенно незрелые. И я хочу сказать, что у нас есть представление о братьях Иосифа, как о таких мужчинах с большими бородами до пояса, которые там, вот они ходят, патриархи, короче говоря, ходят. В то время, когда Иосиф рос, они были на несколько лет его старше. Они были сыновьями разных женщин. Их было, ну как бы, они росли практически по годке. То есть это была вот такая толпа подростков, да, вот так, если правильно сказать. Если Иосифу, когда они его продают в плен, было 17, ну пускай им было там 25 старшему Рувиму, да? Максимум 25. То есть это гормоны. Молодежка полнейшим ходом, воспитанная в пустыне. Ну то есть они были детьми своего времени, они соперничали друг с другом, ненавидели друг друга. Вы помните, как вели себя их мамы? Помните, да? Вот зайди ко мне в шатер, купила тебя сегодня за яблоки. Такое ощущение, что от этого, от мужа ее, да, как бы ничего не зависело. Вот они между собой там торги проводили, аукцион. Кто пойдет ко мне в шатер, он. Ну то есть, и там написано, и боролась, Лия, по-моему, говорил, да, боролась я страшной борьбой со своей сестрой. И вот я наконец-то поборола, родила сына. А потом та говорит, ах, так, я перестала рожать, возьму служанку. Вот она, вот служанка родит. А та говорит, ага, и я возьму служанку. Это все вот, представляете, вот в этих, вообще в этой атмосфере родился парень. Более того, когда он родился, его мама умерла, ну, как бы потом, когда рождался второй брат его, да. То есть, он еще и без мамы был. И отец выделяет его со всей этой толпы, со всего вот этого соперничества, которое было вокруг них. Он выделяет его и говорит, ты мой любимый сын. То есть, представьте, все и так друг друга не любят. А тут появляется тот, который, как бы, не первый, но любимчик, фаворит такой. Ему делают особую одежду, с ним особо разговаривают. Более того, это хитрое, вот как бы так сказать, лицо, да. Она еще стучит на всех остальных. Ну, Иосиф в смысле. Да, он сдает всех, он подсматривает за всеми ними и говорит, ага, надо выжить в этом мире. Как мы будем выживать? Мы будем любить нашего папу, да. Да, еврейская мама умерла, поэтому будем любить еврейского папу. И папа был не против. И поэтому Иосиф, он начинает вот вести себя очень непросто. Тем не менее, смотрите, с одной стороны он получает любовь отца, с другой стороны он получает ненависть всех остальных. Потому что растет в очень сложной атмосфере такого соперничества, борьбы за любовь, борьбы за место под этим солнцем. И когда мы говорим о Иосифе, можно ярко увидеть те вещи, незрелые вещи, которые проявляются через него. Что он делает, как он поступает. Смотрите, когда Иосиф начал осознавать свое особое отношение с отцом, мы ярко можем увидеть превозношение, которое появляется в его жизни. Вы помните, он начинает видеть сны, да, и сны греют его сердце. Он приходит и рассказывает своим братьям, зачем он это делает. Вы думаете, это просто информационная такая, вот знаете, когда вот в нашей жизни что-то происходит, например, я говорю, о, вы знаете, в моей жизни что-то произошло, вот я там пережил какое-то такое откровение. Все говорят, браво, молодец, мы хотели бы, чтобы это исполнилось, да. Нет, он приходит к братьям, приходит к отцу и говорит, я видел, как луна, звезды, они кланяются мне. Ну то есть придет момент, и вы все будете кланяться мне. Придет момент, и вы все, вот вы сейчас насмехаетесь надо мной, а я вам докажу, я вам покажу, что на самом деле я лучше вас. На самом деле у меня есть что-то такое, вот как бы я носитель того благословения, о котором Бог говорил Аврааму, я тот, через кого вот все будет пройти дальше, через кого будет искуплен этот мир. То есть вы понимаете, да? И они что делали? Даже отец, он сказал, перестань, ну как бы чересчур уже, мы все понимаем, мы тебя любим, но давай уже вот как бы вот попроще немножко. И с одной стороны хорошо быть любимым, с другой стороны плохо, когда ты начинаешь думать, что ты лучше всех, правда? И мы видим такое, чрезмерное вот такое потакание, иногда у детей можно такое увидеть. Вот он маленький, он считает, что он лучше всех, что и мама его так считает, и папа его так считает, и позволяет ему. Почему-то все их не любят, но вот так вот, знаете, как бы вот все считают, что он лучше всех. Это проявление незрелости. Тем не менее, если мы посмотрим на мир вокруг нас, вы знаете, очень сильно все то, что вокруг нас развивает идею уникальности и нашей особенности, фактически выталкивая нас в центр. Вот посмотрите, ты должна быть привлекательна, ты должен быть привлекательный, мудрый, красивый. Вы заходите читать, например, какие-то книжку хотите почитать? Как добиться того, как добиться во всем этом вообще направлении, да, и в христианском обществе также. В центре находится человек. Ты должен быть вот каким-то таким особенным, и ты должен понимать, что между тобою и ими есть, ну, как бы, большая разница, правда? Смотрите, вот эти идеи, например, идеи расизма, это вот то состояние незрелости, которое было в Йосифе. О чем идет речь? Например, еврейский народ, он хуже, чем все остальные, да? Это называется антисемитизм, да? Мы ненавидим еврейский народ. Но есть другая сторона расизма, когда еврейский народ говорит, мы лучше всех, а все остальные хуже всех. Понимаете, да? И все это приводит к разделению, все это приводит к тому, что, ну, в принципе, люди не могут находиться. Мы так почему-то смотрим. Очень часто можно увидеть подобное мышление, например, в церквях, когда говорят, а может ли Бог, вот такой вот теологический вопрос, может ли Бог использовать женщину-пастыря так же сильно, как мужчину-пастыря, например? Может. Точно? Да. Ну, вот хорошо, если может. А вы знаете, что не все могут так сказать. Хорошо. Другой вопрос. Может ли Бог любить человека грешного точно так же, как человека верующего? Да. Вы уверены? Да. Но мы же его дети. Понимаете, да? То есть, может быть, на самом деле Бог любит нас больше, чем их. Улавливаете саму идею, да? Когда мы начинаем делить людей на какие-то группы, на какие-то вот такие подвиды, скажем так, и говорить, вот есть один, а вот есть два. И просто по умолчанию один, он точно лучше два. Вот отец к один, к номеру один относится особенно, а вторые номер два, номер три, номер четыре. Это просто такое. Это мышление Иосифа. Я единственный у отца. Я особо выгляжу, я особо имею к нему доступ. Я могу говорить на всех остальных, ему жаловаться, сплетничать. И он любит меня особой отцовской любовью, не так, как всех остальных. Посмотрите, у меня даже есть одежда особенная. Улавливаете, да? Эти разделения. Это незрелость. Незрелость. Смотрите, вот Иисус, Ишуа, он говорит такое. Луки, 18 глава, 9-й, 14-й стих. Он рассказывает такую историю. «Сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны и унижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Почтусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Видите, да? То есть вообще так пришли хорошие люди в храм. Фарисей, он был, ну, к нему нельзя было прицепиться, потому что он там типа что-то не делал или делал. Он говорит, я вообще человек, ну, как бы праведный, я все поступаю правильно, я делаю все правильно. Да? Говорит, слава Богу, что я не вот тот. Слава Богу, что я не вот тот. Был ли фарисей прав, глядя, там, допустим, на дела мытаря о том, что он, ну, как бы, вот так неправильно поступает? Ну, то есть, нет, мытарь действительно так себя вел. И фарисей вел себя правильно, и мытарь вел себя неправильно. Но проблема, на которую обратил внимание Ишуа, это сравнение, потому что Божьей любви достойны оба. Божьего внимания достойны оба. Божьего права прийти в храм были достойны оба. Они оба пришли в храм, оба евреи были. Они могли прийти в храм. Только один считал, что он лучше, другой считал, что он такой, какой он есть, и если Бог его помилует, то будет хорошо. Это проблема Иосифа. Это не зрелость Иосифа. Это взгляд Иосифа на людей. Дальше мы видим, что, в общем-то, в общем-то, Иосиф носил особую одежду, которая отличала его от всех вот других людей. И вот эта вот сосредоточенность на себе очень часто даёт возможность нам отделяться от всех людей. Бывает такое, что человек рождается, например, в богатой семье. Но это не грех, нормально. Вообще богатство — это хорошо. Будьте богатыми. Как говорят у нас в Одессе, лучше быть богатым, но красивым, чем бедным, но больным. Правда? Нет. Богатыми и красивыми, чем бедными и больными. Так проще. Правда? Будьте и богатыми, и здоровыми, и это не проблема. Но мы знаем, что и богатство, и красота сама по себе, они несут определённую токсичность, они несут определённую способность испортить жизнь человека. Да? Они являются потенциальной опасностью для человека. И мы видим, что, в общем-то, для Иосифа важно было иметь отношения с отцом. И он вообще не пытался иметь хорошие отношения с братьями. Его вот интересовал только отец. И очень часто вот такую форму незрелости можно увидеть вокруг нас. В соцсетях, например, можно увидеть. Человек приезжает куда-то, он начинает фотографировать еду, какие-то вещи, какое-то всё. И во всём этом, ну, как бы, не просто информационное такое желание информационно передать, что я ел, да? Вот зачем фотографировать еду? Вот просто скажите мне. Не, ну, по факту, вот, как бы, чтобы показать, что я это ел, да? Или там, знаете, как бы, Валентин Романович говорит, еду на машине, на светофоре останавливаюсь, подбегает человек, опирается на бампер, второй его фотографирует и убегает. То есть, ну, всё, а ты просто сидишь и смотришь, подбежал, сфотографировался и убежал. Ну, вот, вот люди так почему-то делают. Зачем это делать? Хвастаться? Да, во всём этом центре есть человек. Что, это же не твоя машина, никогда не будет твоей. Ты показываешь фотографию, что ты её потрогал. Ну, как бы, зачем? Зачем это делают? Тем не менее, всё это своего рода, друзья, болезненное такое всматривание вот в эти цветные одежды. Желание показать, что я являюсь частью чего-то большего, частью чего-то особенного, имею особую какую-то привилегию, возможность что-то скушать, где-то побывать. То есть, это отличается от того, вот, знаете, когда мы с вами разговариваем, я говорю, вот, например, я был в гостях, там, у тёти Сони. Тётя Соня меня таким мясом угостила. Я взял рецепт, я с ней поговорил, я сейчас даже фотографию тебе покажу, как оно классно выглядит. Чувствуете разницу, да? Ну, то есть, это восхищение едой, она действительно была классная. Оно действительно, как бы, мне, если бы вы не спросили, я бы не говорил. Но вы спросили, что там было у тёти Сони, я всё вам рассказал. И даже рецепт вам дал. То есть, у меня нет желания этим кичиться, у меня нет желания это, это как-то, вот, знаете, говорить, посмотрите, ай да я. Бывают, вот, например, такие, ну, как бы в Одессе, это вообще, мне кажется, вот такие вот недолюбленные девушки. В каком смысле недолюбленные? Недолюбленные своими отцами. Вот, всё, всё как бы нараспашку. Зачем? Чтобы увидели, что ты какая-то особая, что какая-то уникальная. Во всём этом, друзья, на самом деле, лежат проблемы неправильной самооценки и дефицит отцовской любви. Потому что девушка, которую на самом деле любят, она не стремится всем показывать свою наготу. Правда? Она хочет показать её одному человеку, своему мужу. Она хочет быть для него прекрасной, для него желанной. Поэтому, когда я слышу вот такие разговоры, знаете, «А что мне стать монашкой?» Там, когда ты говоришь с кем-то, там, не могли бы вы там более скромно одеть блузку, чтобы там всё, там, «А что мне стать монашкой? Что я вот этого вот должна вот ходить сейчас страшное?» При чём здесь страшное? При чём здесь монашка? Вообще речь не об этом. Цветные одежды тебе не нужны, чтобы быть любимым. Цветные одежды, они привлекают внимание, но не то внимание, которое нужно. Безусловно, правда? Одежда, которую вот здесь вы увидите на Дерибасовской, вот вы видите, она привлекает внимание. Но на самом деле девушки, которые так одеваются, им нужно что? Чтобы их просто любили. Чтобы любили её внутренность, её сердце, чтобы её могли выслушать, а не просто, чтобы её хотели. Понимаете, да? Итак, Иосиф, он носил цветные одежды. Мы тоже с вами можем их носить. Мы тоже с вами их носим, желая показать всем, что мы как бы обладаем чем-то, что на самом деле не является частью нашей личности. Хорошо быть богатым, хорошо быть красивым, хорошо быть образованным, но это не должно быть основой и стержнем нашей жизни. Вы знаете, внешний вид, он очень классно ценится тогда, когда есть определённая внутренность в человеке. Был обратно же один царь, известный царь, специалист по женскому делу, Соломон. Помните, да? Таких специалистов надо было ещё поискать. И, ну, как бы на секундочку, тысячу жён было у человека. Я вообще не знаю, знал ли он их по именам и как часто он с ними встречался. То есть это тоже какие-то цветные одежды у него были, вот на самом деле. Потому что Соломон, ну, это тоже такая вот спорная личность в Писании, начал хорошо, как в моём понимании, закончил весьма печально и плачевно. Потому что написано, что к концу своей жизни он отошёл от Бога, начал служить этим богам, которые жёны его бесчисленные принесли в его жизнь. Тем не менее, Соломон заметил одну интересную вещь. Давайте мы посмотрим, притча 11.22. Я бы так даже не сказал, как он сказал. Притча 11.22. Сейчас. Там есть кто-то? Окей. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Вот сейчас вот просто вот посмотришь точку сказано, правда? Представляешь эту свинку с золотым кольцом, и ты представляешь женщину. Красивую, но совершенно безрассудную. Тупую, короче говоря, да? Уже тогда была с этим проблема у Соломона. То есть видно, что, ну, как бы не всё гладко у него прошло. Выбирал по красоте, а потом понял, что, о-о-оу, красота без внутреннего стержня, друзья. Подобно кольцу золотому в носу у свиньи. Красивая одежда, которая одета на внутри неправильного человека, который имеет неправильное сердце, который имеет неправильные мотивы, который имеет что-то вот сломанное, вот неправильно построенное, незрелое. Оно приносит разочарование, оно приносит ненависть других людей, оно приносит разделение и проблемы конкретно к этому человеку. Еще раз, мы нуждаемся во внутренности. Хорошо, когда все идет вместе. Хорошо, когда все целостно. Хорошо, когда в этом есть благословление. И наша зрелость начинает проявляться тогда, когда мы видим красоту у других людей. Наша зрелость начинает проявляться тогда, когда мы начинаем ценить других людей, даже если на них нет вот такой вот одежды. Даже если, знаете, как бы, ну, не был я на каких-то Мальдивах, не был я на каких-то других местах, а может и было, вы не знаете. Ну и какая разница? Разве это должно мешать нам общаться? Разве это должно быть препятствием между нами? Нет, я должен хранить свое сердце в этом, вот в открытости. Ты можешь делать какие-то вещи? Классно, а я не могу. Но я могу вот это делать. Я ценю твою сторону сильную. Ты ценишь мою или не ценишь. В любом случае, мы в простоте. Мы стремимся к этому братству, мы стремимся к пониманию, мы стремимся к любви. Это зрелость. Друзья, так может поступать зрелый человек. Итак, когда мы смотрим дальше, когда мы смотрим дальше на жизнь Иосифа, мы видим, что вообще частью его мотивации, как мы уже говорили, была критика. Иосиф был критиканом. Он передавал что-то плохое о братьях. То есть братья действительно что-то плохое делали, и он просто сливал это все папе. И папа их наказывал. Честно говоря, я помню на ретрите у нас был Ден Хардер, он говорил, что одна из самых ключевых проблем вообще нации, наших народов славянских, это вообще стремление ставить ярлыки и критиковать. И я считаю, что это правда. Есть народы, у которых пьянство, национальный бич. Есть народы, у которых жадность какая-то может быть, еще что-то. Я думаю, что мы очень легки на критику и на такой злой язык по отношению друг к другу. Мы видим человека и говорим, да, оно дурное. Все, вот так. Что с него взято, да? Вот ты даже не видел этого человека жизнь. Может быть, это был тот единственный случай, когда он так поступил. Все, ты такой, 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 такой. Или там, да, всегда, почти, никогда. То есть мы очень легко ставим ярлыки. И в жизни Йосифа это вот было вот таким доносительством. Мы в общем часто, в принципе, оправдываем себя тем, что мы там говорим правду, да, в этот момент. Вот мы поливаем человека грязью, и мы говорим, ну это же правда. Вообще-то нас даже не спрашивали, но мы уже говорим. Мы такие вот именно. Хотите, я вам за него расскажу? Вы меня спросите, вообще за любого я расскажу. Правду. Искренне. Вы знаете, что такой человек, вот он будет брехать, он будет вот так наговаривать, да, или даже правду говорить, а внутри думать, накажи его, накажи его, накажи его. Купи мне еще что-нибудь из цветной одежды, да. Я же говорю правду на него, а я же тебе говорю, я же тебе помогаю. Ты теперь ориентируйся в этом мире, как вот с ними иметь дело. Но, в общем-то, друзья, суть в том, что мы не управляем на самом деле своим языком. У нас проблемы с языком. Зрелый человек, друзья, зрелый человек понимает, что молчание – это не проявление глупости. Молчание очень часто – это проявление мудрости. Просто закрыть свой рот и просто промолчать. Язык – это идеальный измеритель нашей с вами зрелости. Достаточно кого-то просто послушать, в том числе самого себя. Просто послушать, чтобы понять, кем является вот этот человек и на каком уровне зрелости он находится. Нужно просто послушать. 15-20 минут, и вы поймете, с кем вы имеете дело. Притча 12 глава, 18 стих говорит, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Видите, да? Пустослов – это человек незрелый. Иной пустослов уязвляет, как мечом. Он так ранит. А написано, что язык мудрого, он врачует, то есть приносит исцеление. Что вообще происходит вокруг нас, когда мы разговариваем? Исцеляем ли мы людей своими разговорами? Ой-ой, правда? Ой-ой, но это нормально, потому что незрелость – это естественный процесс каждого верующего человека, из которого мы должны выходить. Яков, он вообще так развернуто говорит с 3 главы, 4 стиха Якова. Он говорит, «Вот и корабли, как невелики они, как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Видите, да? Есть круг нашей жизни, наш ойкос. Написано, что он воспаляет этот круг. То есть люди, они настраиваются вокруг нас. Огонь горит вокруг нас. Из-за чего? Из-за языка. Так, где оно? «Будучи сам воспаляем от гиены». То есть он сам как бы делает это, потому что его мотивация от гиены, от нечистоты, от того, что плохое, то, что мусор. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». А теперь смотрите, вот-вот он критерий. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Видите, да? Хочешь быть мудрым человеком? Покажи это добрым поведением и кротостью, мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Видите, да? Если ваш круг жизни, если ваши близкие вокруг вас, если ваши друзья, что-то происходит, постоянные ссоры, послушайте, обратите внимание на свое, что вы им говорите вообще? Почему так происходит? Почему вы со всеми ругаетесь? Почему весь мир ополчился на вас, а вы такая безобидная овечка, жертва вот как бы в центре? Что они все на меня? Может быть вопрос вас? Может быть есть тот момент, который нужно исправить, и просто, знаете, я абсолютно уверен, что мы смогли бы избежать большого количества конфликтов, если бы мы просто закрыли свой рот. для начала. Для начала. Я не говорю игнорировать конфликты, я говорю, что иногда надо просто помолчать. Пускай человек выговорится, пускай человек там наговорит вам что-то, пускай что-то там и так далее, и так далее. По крайней мере, знаете что? Вы не будете виноваты хотя бы в грехе, какого-то там обратном, таком. А вот ты такая-такая, а ты сама такая, да? Хоть за свое помолчи. Мудрая кротость, то, чему нам необходимо учиться. Иосиф, он доносил. Если бы Иосиф помолчал, я думаю, что судьба их вся бы сложилась совсем по-другому. Правда? Ну, скорее всего, он их подзадаривал под это дело. Если бы он просто получил откровение и помолчал, что изменилось? Сказал ты об этом откровении и не сказал? Ну, вот что изменилось? Ничего, кроме того, что тебя все ненавидят. Правда? Помолчи. Имеешь что-то особое в своем сердце. Молись, и Бог это исполни. Ну, как бы не надо рассказывать это всем тем, кто могут на тебя злиться. Итак, что можно учиться из этого? Друзья, давайте немножко помолчим в своей жизни. И вообще, ну, я имею в виду не сейчас, а вообще. Давайте будем меньше, говорить, больше слушать и больше делать того, что хочет от нас Бог. Это путь зрелости. Не болтайте. Так делают незрелые люди. Не разносите сплетни. Так делают незрелые люди. Не доносите на незрелость других. Если вас там, знаете, как бы, ну, вас что, поставили на это? Это что, какая-то реабилитационная программа? Типа, я на всех донесу, и мы там репцентр потом для них устроим? Вы же понимаете, что никакого репцентра не будет, правда? Это просто болтовня, которая разрушает тело Христа, которая разрушает семьи, разрушает отношения, разрушает вообще все то, что Богом было задумано. И мы видим результат этого в жизни Иосифа и его братьев. Поэтому есть такая штука, дисциплина молчания. Попробуйте хотя бы один день помолчать. Вы удивитесь, насколько это сложно. На самом деле, при чем тут женщины? И мужчинам тоже. И мужчинам тоже. Есть пост для языка, молчание называется. Нужно его вводить в свою жизнь. Дальше мы видим такой вот очень важный этап жизни Иосифа. Мы видим, что его продают в рабство. Мы видим, что он попадает в Патифара с семью. Все то, что там происходило. Потом попадает в тюрьму, попадает к фараону. То есть прошли годы. Мы не видим конкретно, как формируется Иосиф. Мы видим только сложности, вызов и трагедию фактически. Трагедию, которая разворачивается в его жизни. И каким-то образом те испытания, через которые он проходит, они меняют его. Вы помните этот такой важный момент встречи Иосифа с братьями? Да? Я вам хочу сказать, вот я много размышлял об этом, размышлял о Иосифе, размышлял о Моисее. Это действительно нужно быть зрелым человеком, чтобы всех их просто не уничтожить. Правда? Ну, на самом деле. Например, немножко отходя в сторону, я читал о Моисее. И вообще, я понимаю, что мне надо учиться, учиться, еще раз учиться. Представьте, весь народ, два миллиона человек согрешает, и Бог говорит Моисею, отойди от них. Я их сейчас всех уничтожу. От тебя я произведу новый народ, более сильный, более славный, и я прославлю свое имя. Вот просто, просто поставьте себя на место Моисея. представьте, что вокруг вас два миллиона людей, которые вас достали. Просто с утра до ночи. Они приходят к вам и говорят, вы нам должны, вы там такие, вы почему вы не дали, почему вы не обеспечили, вы должны такими, сякими. И так происходит годами, годами происходит. Ты им говоришь, ты должен вести себя вот правильно, ты должен поклоняться Богу, идолы запрещены, вот это нужно соблюдать, вот это не соблюдать. Они не доходят, не доходят. И приходит Бог и говорит, послушай, у меня есть слово для тебя. Я хочу тебя освободить от этого бремени, создадим новый народ. Что бы я сказал, знаете, честно, да будет воля твоя, как на небе, как на земле. Это же было его слово, правда? Ну что, я ж не выпросил, правда, сказал, Боже, ты не считаешь, что они не очень хороши, может быть, мы их... А я как бы ничего, я тебе служу, создашь, если что, я... Ты даже 80 лет, я еще ничего. Ого! Да? Жены у меня есть, создадим новый народ. То есть, Моисей не предлагает, но Бог приходит, говорит, я предлагаю... Вы помните, что делает Моисей? Он говорит, нет, Боже, Боже, ты знаешь этот народ? Они жестоковыные, они люди с твердым таким характером, они упертые, как дети, малые, они... Боже, пожалуйста! И там написано так, что уже начался мор в Стане, и там что-то около 50 тысяч человек уже умерло в тот момент. И Моисей говорит Аарону, говорит, «Бери быстренько уголь, ложи в кадильницу и убеги в народ, ходатайствуй за них». И тот берет этот уголь, бежит, ходатайствует и останавливается ангел смерти. Так было несколько раз. Помните эти истории, да? Вообще, друзья, что? Вообще, каким должно было быть сердце Моисея, чтобы вот так вот говорить? Представляете, да? Мы сейчас смотрим на наши семьи, на наших соседей, иногда на наши церкви и общины и говорим, «Боже, ты не хочешь создать новую общину? Вот он я». Правда? Представьте, Бог вам говорит, «Уничтожу эту общину, отойди в сторонку». Ты такой, «Да, пожалуйста!» Они меня достали. Я тебе столько на них жаловался. Бог говорит, «Я в курсе, поэтому я хочу их уничтожить». Сердце милости. Сердце, которое каким-то невероятным образом готово проявить прощение к людям, которые абсолютно этого не заслуживают. И когда мы, возвращаясь к Иосифу, мы встречаем вот эту картину Иосиф и его братья. Они приходят и, ну вот честно, по логике вещей, Иосиф мог заказать братьев сразу же, как только вышел из тюрьмы. Правда? Может, и даже из тюрьмы еще мог бы их заказать. Потому что никакими там особыми способностями его братья не обладали. Они были простыми пастухами. Вот такие вот, просто вот по пустыне ходили с овцами. Что для него, будучи вторым после фараона, просто позвать пятерых слух каких-нибудь, да хоть сотню, неважно, сказать, там вот в той-то земле находится 12 человек. Они в свое время продали меня в рабство, выкрали и вот так вот поступили. Я хочу, чтобы никого из живых там не осталось. Написано, что когда они переселились, их было, по-моему, 75 человек, да? Или 71? Или 70? То есть, их все семейство с детьми, со стариками, их было всего 70 человек. Но что для Иосифа было решить этот вопрос? Он не делает, он просто живет. Когда они приходят, он видит, что и братья за это время также были изменены. Он видит, что они, как только они сталкиваются с какими-то теснотами, которые он им создает, они говорят, это вот все то, что с нами происходит, Бог допускает, потому что мы сделали в свое время Иосифу зло. А он нас просил, а мы не были мудры. Мы видим дальше, как они начинают друг за друга подписываться, как они приходят и говорят, нашли чашу у Вениамина. Они все возвращаются. Они все возвращаются. Хотя, может быть, правильно было бы просто бежать. Просто бежать и не как-то, Вениамин, нам было очень жаль, не повезло тебе, ты там держись, главное. Кто его знает, может повезет тебе. Нет, они все возвращаются, говорят, мы будем твоими рабами, но отпусти нам Вениамина. Почему? Потому что наш отец старый, он не переживет. Да сколько там у отцу осталось? Но они готовы отдать свои жизни за него, ради отца. То есть, их сердце полностью поменялось. И мы понимаем, что Иосиф, Иосиф, это хороший пример для нас того, как сердце может быть изменено. Он просто по-другому смотрит на этот мир. Не так, как он смотрел, он не пытается их подловить, он знает, на что они способны. Он не пытается их наказывать таким каким-то серьезным наказанием. Да, он ставит их в неудобные положения, согласитесь, но он не бьет их, он не калечит их, он не подвергает их каким-то пыткам или чему-то такому подобному. Он просто как бы исследует их сердце. И мы помним, после смерти уже отца братья приходят к Иосифу, они переживают, что вдруг он захочет сейчас после смерти им отомстить. И он говорит, это Бытие, 50 глава, 15-21 стих. Писание говорит, «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицем его и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога», говорит Иосиф. Вот что изменилось в его сердце. Тогда он думал, будучи подростком, он думал только о своем отце, которому он хотел угодить. Сейчас он оставляет их жизни не ради отца. Не просто, знаете, вот отец уже умер, уже все, не было бы стыдно перед ним. Ну, как бы, знаете, два раза сердечный приступ у него бы не наступил, если бы Иосиф уничтожил всех братьев, правда? Он уже умер, все, можно теперь распоясаться. Он говорит, «Я боюсь Бога, я в своем сердце, в своем мотиве хочу поступить так, как ему угодно». Мы понимаем, что Иосиф имел какие-то особые отношения с Творцом, потому что на тот момент не было закона, не было какого-то Торы, к которой можно было бы ориентироваться. тем не менее Иосиф принимает правильные решения с точки зрения Писания, которое потом позже будет дано. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Ему не нужно ничего доказывать, не нужно мстить, не нужно корчиться от боли и какой-то отверженности ходить там, и знаете, как эти безумцы там, «Нет, я ему отомщу, нет, они все же плохие, нет, они хорошие». «Нет, нет, Иосиф, будь хорошим, будь хорошим». Вообще так не написано. Он просто живет своей жизнью, он занимается работой, он растит детей, и все у него получается, он входит в старость, и они входят в старость в благословении и покое. Мы знаем, что если бы Иосиф отомстил, это также бы навсегда изменило судьбу Израиля. Правда? 12 патриархов, их было бы не 12, все было бы по-другому, но Бог изменил сердце Иосифа, и он осознал, какое место занимает Творец в этой вселенной, как Бог может использовать вообще негативные обстоятельства, и он осознал, кем является человек, насколько человек слабое создание, насколько человек нуждается в Божьей поддержке для изменения. Жизнь Иосифа, друзья, показывает нам, что есть надежда в общем-то для тех, кто проходит через незрелость к полноте. Его прошлое, оно очень несовершенное, и начало его жизни, оно было наполнено лишениями и проблемами, как жизни многих из нас. Правда? Многие из нас, разведенных семей, кто-то имел проблемных родителей, у кого-то, может быть, были проблемные отцы, которые, может, не уделяли внимания, может, уделяли, у кого-то были матери, а может быть, у кого-то мама ушла очень рано, да, кто-то жил в бедности, у кого-то были эти цветные одежды, а кто-то не имел ничего и никогда. У нас у всех сложная жизнь в прошлом, но если мы начнем жить этим прошлым, то, вы знаете, мы просто состаримся, будучи незрелыми. Мы просто состаримся и останемся незрелыми людьми. Вот так, оказывается, можно быть старым, глупым человеком. Правда? Старым и не понимающим вообще, как устроен этот мир. А можно вырасти. Можно вырасти, и надо к этому стремиться. И жизнь Иосифа показывает, что это возможно. почему вообще вот такой человек, как Иосиф, он столько пережил? Возможно, потому, чтобы научить нас вот этим вещам, что ни происхождение, ни среда, в которой мы росли, ни те неправые или неправильные, нечестные поступки, которые были сделаны против нас, на самом деле они не имеют окончательного приговора для нашей жизни. На самом деле мы можем проходить каждый этап вместе с Господом, и это будет менять нас. Итак, чему мы можем научиться? Незрелость — это естественный и важный этап в жизни каждого человека, который невозможно обойти или пропустить. Нормально и естественно быть незрелым. Бог понимает это, друзья, и терпеливо к этому относится. Ненормально быть незрелым всю свою жизнь. Еще раз, ненормально иметь одни и те же реакции, одни и те же поступки поступать, делать одни и те же ошибки в течение всей своей жизни. Это значит, если у вас есть такой процесс, это значит, что вы застряли где-то и вам нужна помощь, вам нужно выходить из этого состояния. Потому что, друзья, у незрелости есть большая опасность. Вы помните Саула? Да? Это еще один пример такой, я просто по времени не успеваю его разобрать жизнь, но кратко скажу. Саул был очень незрелым царем. Помните, да? Такую тупость сделал вообще. Просто вот тупость незрелости. Они побеждают Филистима. Он говорит, заклинаю всех, никто не будет есть хлеба, пока мы не победим. Мы помним, Иоаннафан поел немножко меда, и чуть это не стоило ему жизни. Саул был взрослым мужиком. У него был взрослый сын Иоаннафан. Взрослый сын. И он делал вот такое, да? И он был готовый из-за своей глупости потерять этого сына, который его любил. Просто потому, что сказал. Потом дальше люди уходят, он приносит жертвы, приходит пророк к нему и говорит, все, Бог забирает у тебя царство. Вот представьте, ты незрелый, незрелый, и тут приходит кто-то и говорит, ты знаешь, что для тебя было великое будущее, но твоя незрелость не дала тебе возможность его получить. Поэтому ты будешь просто израильтянином, а царство у тебя будет забрано. Понимаете, да? Важный момент, Бог не отвергает Саула как сына. Он мог приходить в храм, он мог приходить перед присутствием Божьим, предназначение, которое было для его жизни, оно стало закрытым. Итак, друзья, незрелость, она закрывает двери предназначения, она закрывает двери возможностей. Иными словами, можно долго выделываться, 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 и будет тебе это сходить с рук до самой старости, а можно вот так вот один раз что-нибудь сделать и сразу же отхватить от Господа. То есть, понимаете эти вещи, нельзя быть незрелым вечно. Мы видим дальше, что потом, насколько проблема была у Саула самооценкой, когда он бегал за Давидом, пытался его убить и не мог выявить это прощение, проявить это прощение в его сторону. Ему хотелось, чтобы Давид помер просто как-то там вот, как-то вот так вот именно по-ненормальному, да, хотя Давид, он приходит и говорит, кто я такой? Да вообще, ну царь, ты царь. И после смерти Давид почитает его как царя до каких-то родов. Он говорит, и вот есть ли дом Саула, приводит сына Янафана к себе за стол, садит. То есть, проявление сердца Давида совершенно другое. Итак, незрелость это нормально, но до определенного момента, после которого может прийти Божье наказание, Божье участие в вашей жизни, которое вам, скорее всего, не понравится. Следующий момент, который мы можем понять, физический возраст не гарантирует нам наличие мудрости. Друзья, если вы ходите в общину или в церковь 28 с половиной лет, слава Господу за вас, но это не делает вас мудрым человеком автоматически, потому что мудрость измеряется определенными поступками. Помните то, что мы читали у Якова? Мудр ли разумен кто из вас? Покажи это добрыми делами и правильными поступками. Все очень просто. Покажи это мудрой речью, покажи это мудрым поведением, адекватностью. А если вокруг тебя ссоры, неустройства, все худое, ну тогда не обижайся на истину. Ну просто. Вот есть то, что есть. Итак, зрелость это результат череды определенных решений, которые мы принимаем в нашей жизни. Это фундамент, который мы с вами строим. И это то, что построено на Божьих законах и на Божьих принципах. Дальше, что мы можем увидеть? С каждым человеком Бог ведет свою собственную программу взросления. Мы можем быть похожи где-то, то есть, иными словами, какие-то предметы у нас с вами могут совпадать, но тем не менее, с каждым Бог поступает по-своему. С Иосифом это был вот такой путь. С братьями Иосифа был другой путь. То есть, с каждым человеком Бог устраивает обстоятельства таким образом, чтобы сформировать зрелое, зрелость в нем. Вы знаете, Он устраивает эти обстоятельства по определенному принципу. Римлянам 8 глава, 28 стих рассказывает об этом принципе. Там написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иными словами, что бы ни происходило, нужно помнить, что это содействует ко благу. Даже если все это, это, выглядит очень страшно, очень стрёмно, очень как-то вообще не по-божески вроде бы, да, попал в рабство, на секундочку, человек. Избранным Божьим, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Божий взгляд на нас, он намного шире, чем мы себе представляем. Друзья, давно этому нужно научиться, намного, намного, намного шире. Мы себе представляем, что я буду зрелым, только если я буду, например, читать Библию. Очень примитивное представление. Ты будешь зрелый, когда ты научишься правильно разговаривать, ты будешь зрелый, когда в твоем сердце будет щедрость, когда ты будешь больше благословлять, чем проклинать, когда ты будешь спокойным, когда ты будешь больше, может быть, молчать, чем вообще что-то там где-то говорить, ты будешь больше давать, чем получать. Понимаете, да? Зрелость — это очень широкое понятие, и Бог проводит нас по этому пути. И зрелость, она также способна соединять людей вместе, давать им шанс для изменения, подчеркивая их различия, не унижая при этом другого человека. Бог использует незрелых людей для своих целей. Я вот периодически слышу такие, да может ли Бог использовать такого человека? Может. Послушайте, я верю, что Бог может говорить пророческое слово даже через неверующих людей. Почему бы нет? Ну, почему бы нет, да? Может, может. Я не говорю о качестве их жизни, но я говорю о том, что Бог может взять любой сосуд и влить туда, что хочет. Правда? Тогда была такая поговорка при Сауле. И что? Саул в пророках. Помните, да? Теперь и Саул в пророках. Это была насмешка. Почему? Потому что Саул вёл совершенно не тот образ жизни, который должен, но тем не менее, написано, что сходил Божий Дух и использовал его. Поэтому Бог может использовать кого угодно, когда угодно и как он пожелает нужным. Если нет толкового мужчины, Бог может поставить женщину хоть апостолом, хоть трижды апостолом и будет могущественное действие Духа Святого. Почему? Потому что он так захотел. Понимаете, да? И мы говорим, слава Господу, пускай использует. Может быть, Бог может поставить ребёнка, например, для каких-то действий. Может, ну, то есть, мы должны видеть то, что происходит, более широко, а не вот так вот в рамках своего узкого религиозного представления. Друзья, Бог многообразен в нашем воспитании. Бог, Он просто очень сильно изобретателен. Он может использовать вашу супругу, вашего мужа, вашего начальника. Он может использовать погоду, экономику, да что угодно. Всё это является мотивацией к тому, чтобы мы успокоились и доверились Богу. В мире смотрели на то, что происходит и говорили, Господи, что бы там ни было, я хочу иметь покой с тобой, научи меня этому. Итак, Бог использует незрелых людей для своих целей. Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите на патриархов, тех 12. И зрелости можно научиться. Ещё один момент. Зрелости можно научиться и её можно измерить в определённом смысле. Галатам 5 глава 22-26 стих, я не буду сейчас читать, говорит нам о плоде духа. Плод. То есть плод можно вырастить в нашем духе. Ориентируйтесь на эти места Писания. Если вы хотите чем-то там, знаете, как бы понять в своей жизни, где я нахожусь, откройте Галатам 5 главу 22 стих, и вы увидите, в каком состоянии зрелости вы находитесь. Ну, то, что есть, то есть. Не унывайте. Пускай это не приводит вас в отчаяние, пускай это будет для вас мотивом двигаться дальше. Если у Иосифа получилось отпустить своих братьев, то почему у нас может не получиться? Отпустить своих соседей, отпустить своих родителей, отпустить своих мужей, жён на свободу. И просто сказать, да, эти обстоятельства были не очень хорошие. То, что ты делал, было плохо. Но Бог использовал. И теперь не переживай. В этом есть Божье сердце. Итак, я предлагаю молиться об этом, друзья. Молиться о том, чтобы Бог расширял наше представление о Его планах, расширял наше представление о том, что есть зрелость, что есть незрелость. и чтобы Бог помог нам адекватно реагировать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Аминь. Давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok